На севере остро стоит вопрос переселения из ветхого и аварийного жилья. Здесь дома по причине сурового климата изнашиваются быстрее. Тем не менее, работа по переселению будет продолжена. Анна Рожина расскажет подробнее. Не первый год в поселке Бадагай существует проблема обеспечения жильем граждан. С годами многоквартирные дома в суровых климатических условиях изнашиваются. Они не только портят облик жилого сектора, но и создают угрозу для жизни жильцов. Наталья Зайцева в одном из признанных ветхими и аварийными домов по улице Ленина проживает 77-го года. Как могли делали, пока мы, к сожалению, сгадали. Вот так, под домом вода, там вода, под домом вода. Трубы лопаются, меняем, ставим. Как эту зиму проживем, не знаю. Новый состав поселка Бадагай начал свою работу с решением вопросов обеспечения жильем населения. Накануне было проведено публичное слушание, в процессе которого до населения была доведена информация о продлении региональной адресной программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Эта программа начнет работать с 2019 года. И вот на подготовительном этапе мы тоже готовимся, готовимся к проведению, к реализации этой программы. В настоящее время таковыми признаны и вошли в реестр, республиканский реестр 55 дома. И до 1 декабря текущего года обязательно все документы будут предоставлены Министерству строительства и архитектуры Республики Сахар-Юкти. Жители Заполярного края с радостью приняли нововведение по данной программе и искренне верят, надеются в светлое и теплое будущее.